Первый канал и компания «Телеформат» представляют. На выходные детектив Насонов отправился за город навестить свою дальнюю родственницу, Раису Михайловну, и помочь ей по хозяйству. Ты отварчик-то пей, пей. Он поначалу неприятный, а через день будешь как новенький. Лешенька, а тебе подушечки-то две хватит или еще принести? Спасибо, Раиса Михайловна. Двух подушек будет вполне достаточно. Ну да, видно, немножко простыл, но завтра все будет нормально. Что это у вас за шум-то на соседнем участке? Да, видно, Егор опять приехал. Сосед ваш? Вот скажи ты мне, Леш, говорят, что нельзя ругать современную молодежь. А посмотри-ка ты на них. Отец лечится за границей, а сынок-то здесь каждый день гуляет. Как ни приеду, они тут. И причем девицы все разные. Юбки вот такие. Музыку слушают до ночи. Да разве ж это музыкой можно назвать. Хорошо, что мать-покойница его не видит. А домик-то ничего у них. Ну, отец-то бизнесмен, а сын оболтус. Я, говорит Раиса Михайловна, в институте учусь. Когда он учится-то успевает за этими запьянками-то. Давай-ка ты ложись, а завтра я тебе еще отварочку принесу. Ночью простудившемуся Насонову долго не спалось. Подойдя к окну, детектив увидел в окне дома напротив странный красноватый свет. Дай трубку. Трубочку возьми. Спасибо. На здоровье. Надо, 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 надо. Надо, а то совсем разболеешься. Спал-то ты как? Не жестко было? А то я все подумала, может быть, перинку надо было постелить. Спасибо, Раиса Михайловна, я отлично выспался. А я тебе еще редьки потру. Ты знаешь, от кашля редька первое дело. Помню, я как-то болела, у меня бронхит был. Так вот, я пришла. Господи, да что же это такое? Егор, я просто хотела. Что случилось? Я к нему зашла, а он слежит. Кто? Егор, ты кто еще? Ой, мужик, там стакан на столе должен быть. О, голова моя. На, держи. Лена, хорошо вчера погуляли? А я что, прямо тут спал, что ли? Ничего себе, погуляли. У вас все в порядке? Понятия не имею. Кричал кто-то. Насонов услышал, что на втором этаже дома кто-то плачет. Детектив понял, что это именно та комната, за которой он наблюдал ночью. Мы же еще вчера, понимаете, мы еще вчера, мы были вместе, все было хорошо. И он мне обещал, что мы с ним будем вместе долго-долго. И я не знаю, теперь он... А он что, был у вас жених? Да, мы осенью собирались пожениться. Как вас зовут? Аня. Он мне сережки подарил. Аня, все-таки давайте попробуем успокоиться и ответить на мои вопросы. Вы должны понимать, как это важно. Когда вы видели Егора живым в последний раз? Вчера. Вчера он пошел в свою комнату. Я хотела пойти к нему, но, понимаете, со мной что-то случилось, что я заснула в гостиной. Понимаете, со мной такого раньше никогда не было, но больше я его не видела. Скажите, а ночью вы в его комнату заходили? Нет, я же сказала, что я не заходила! Что вам еще от меня нужно? Опа. Он что, умер? Да похоже, что так. Алло, милиция? Записывайте. Поселок Строительный, дачные участки. Дом номер 8, труп. Да. Ждем на месте. Должен вас предупредить, что до приезда милиции никто отсюда уезжать не должен. И не надо заходить в эту комнату и здесь что-то трогать руками. Хорошо, я скажу девчонкам. А вы разве не милиция? Я частный детектив. Я здесь случайно оказался. Вас как зовут? Антон Рогачев. Я двоюродный брат Егора. Давайте выйдем отсюда. Простите, вас Ксения зовут? Это вы нашли Егора? Я могу задать вам несколько вопросов? Я частный детектив. Частный детектив? Очень интересно. Никогда не видела живого частного детектива. Давайте. Вы заходили ночью в комнату к Егору? Нет. До кровати ты еле дошла. Больше ничего не помню. Голова закружилась. Скажите, а Егора, это от коньяка? Я пока ничего не могу вам сказать. Вы вчера много выпили? Да не то, чтобы очень. А в каких вы были отношениях с Егором? Это вам зачем? Самых близких. Даже кольца обручальные купили. Это те самые, которые в комнате лежат? Те самые. Постойте, но Аня говорила, что Егор собирается жениться на ней. Аня говорила, она много чего вам еще расскажет. Они встречались так, чтобы время убить. Она дурой вообразила, что он на ней женится. То есть Егор оставил Аню ради вас? Да никто никого не оставлял. С ней пару раз просто переспал. Понятно. Расскажите про вчерашний вечер. Чего рассказывать? Мы приехали часов восемь. Я Егор. Аня и Антон. Это Егор придумал. Хотел объявить о нашей будущей свадьбе. Но что, объявили? Не успели. Сегодня хотели шампански. Он хотел, чтобы эта дура от него отстала. И говорил, не бери его. Он уперся, как баран. И еще один вопрос. Скажите, а почему вы не заходили ночью в комнату к Егору? Я же вам сказала, что я спала. Там, это, менты приехали. Это следователь прокуратуры. Антон, а помогите мне разобраться, на ком хотел жениться ваш брат? Да я и сам бы хотел это знать. В смысле? Ну, я только позавчера приехал с практики. И звонит Егор. Поехали ко мне на дачу. Ну, мы часто на дачу с ним ездили. А потом говорит, я тебя познакомлю со своей невестой. Я просто в осадок выпал. А что здесь такого? Ну, прикиньте, Егор женится. Никогда он не мог себе такого представить. Почему? Да он этих баб как перчатки менял. Он сам не говорил. Ищу свой идеал. Так, может быть, и нашел? Думаю, что не нашел. Ему, как минимум, Дженнифер Лопес была нужна. Знаете, как он себе думал? Так, а имя невесты он называл? Не называл. Представляете, приезжаю, две невесты. Может, он сразу на обеих хотел жениться? Так, так, так. Еще один вопрос. Егор снотворное принимал? Снотворное? А при чем здесь снотворное? А почему вас так удивил этот вопрос? Ну, просто снотворное у меня было. У вас? Ну, да. Я матери покупал. Она у меня спит плохо, все время просит покупать. Мне нетрудно. А что? А вы снотворное покупали по дороге на дачу? Ну, да. А кто из ваших друзей это видел? Все видели. Я из этого никакой тайны не делал. А где вы хранили снотворное? Ну, я не помню. В кармане куртки. Это ты его убила за то, что он ко мне ушел? Ты маньячка? Сама ты маньячка. Ты посмотри на себя, на кого ты похожа. Кому ты нужна такая? Нет, он мне предложение сделал. А тебе только деньги. Его папаше нужны. Да, он тебя использовал. Ты поняла меня, чтобы я ревновала? Ты не понимаешь, что ли? Это там пар. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, девушки. Так, что за шум? А драки нет? Ну, драку вы едва не застали. Здравствуйте, моя фамилия Насонов, я частный детектив. Здравствуйте, следователь прокуратуры Васильев. Я смотрю, вы тут уже работаете вовсю. Ну, пришлось. Я случайно здесь оказался в гостях у родственницы на даче. Это вы нас вызвали? Да. Понятно. Так, труп увезли. Будем ждать заключения экспертов. Пройдемте на улицу. Приехав навестить свою дальнюю родственницу, детектив Насонов обратил внимание на шумную вечеринку в доме напротив. Сосед, Егор Рогачев, что-то весело отмечал с друзьями. Наутро Егор был найден в своей постели мертвым. Насонов начинает расследование. Выясняется, что ночью в доме были Егор, его двоюродный брат Антон и две девушки Анна и Ксения. Причем и та, и другая утверждает, что именно она была невестой Егора. Вы простыли на боевом посту? Знаете что, вы, пожалуй, можете идти домой, я тут сам разберусь. Спасибо, я кое-что уже выяснил. Что эксперт говорит? Смерть наступила между часом и двумя ночи. Причиной смерти, скорее всего, стала сильная доза снотворного. Ну, на самом-то деле, точнее, будем знать после вскрытия, медики скажут. Вы участок смотрели? Нет, еще не успел. Ну, вот вместе осмотрим. Начнем с дома. Значит, все окна закрыты изнутри, следов взлома нет, я проверял. Так что никто посторонний в дом проникнуть не мог. Похоже на самоубийство. Да, но есть одно но. В два часа ночи я видел свет отсюда и ясно слышал женский голос. Хотя обе девушки уверяют, что никто из них в комнату к Егору не заходил. В два часа? Похоже, что в это время Егор уже был мертв. Значит, кто-то из них врет. Ну, зачем? Не знаю пока. Да, и еще одно. Надо бы ребят отвезти к врачу. Зачем? Я поговорил с ними. Как-то странно они все уснули в эту ночь. Двое даже до кровати не дошли. Я понимаю, они были пьяные, но все-таки все равно странно. Хорошо, пусть возьмут анализ крови. Пойдемте осмотрим место преступления. КАШЛИНСКИЙ Вот, посмотрите. Вот это окурок Ксении. Вижу, вы даром времени не теряли. А вот такие же. Срочно надо отправить на экспертизу. Вот это обручальные кольца. Он что, собирался жениться? Да похоже, что так. Вот только непонятно на ком. И Ксения, и Аня говорят, что он собирался на ней жениться. Какая-то из нее самозванка. Вот только кто. Похоже, что помада одна и та же. Я сейчас срочно в лабораторию. Попрошу, чтобы быстро все сделали. А вы пока прилягте на полчасика. Да нет, я пойду чайку попью. Что-то ты неважно выглядишь. Как ты себя чувствуешь? Может, еще отварчику? Не-не, спасибо. Я чувствую себя уже гораздо лучше. Вы мне лучше про своих соседей расскажите. Вы же, наверное, все про них знаете. Ну, все не все. А девица этих видела уже не раз. Все никак вот не могу понять, кто же из них его невеста. То он Ксению сюда привезет, то Аню. А тут он обеих приволок. Да, недаром, говорят, не все коту-масленица. Добром это не кончится. А Антона увидели? Антона? Да, конечно. Только он давно не приезжал. А я ведь и мать его знаю. Она мне семена давала. Очень милая женщина. Она же ведь Антона-то одна растила, без отца. А у вас ее адрес есть? Да, конечно. Ой, погоди. У меня же варенье в погребе. Я сейчас принесу. Сейчас. Да. Привет, это я. Да, Алексей Викторович, а вы разве не на даче? Да, на даче. Ну и как отдыхается? Отлично, отдыхаю. Врагу не пожелаешь такого отдыха. Здесь на соседней даче труп и, возможно, убийство. Значит так, я сброшу тебе сейчас координаты троих ребят. Проверьте их по всем учетам. Если будет что-то интересное, сразу звоните. И обязательно поговорите с матерью одного из них. Это Антон Рогачев. Координаты тебе тоже сброшу. Хорошо, поняла. Насонов увидел, что Антон, Анна и Ксения возвращаются после проведения экспертизы и поспешил в дом Егора. Мы получили данные экспертизы. Егор был отравлен именно тем снотворным, пустую упаковку от которого мы нашли у него в комнате. Вы курите? Нет, спасибо. Ну и правильно. Я никак не избавлюсь от этой дурацкой привычки. Ну вот, что же касается снотворного. Оно было обнаружено в бутылке и в бокале, которые стояли на столе. А отпечатки? Отпечатков на самом деле в комнате очень много. В основном они принадлежат Егору. Ну, а остальные двум барышням, Ксении и Анне. Ну, это понятно. Они вполне могли заходить к нему в комнату. Да, кстати, вы оказались правы, что предложили проверить всех ребят. В крови каждого из них обнаружено то же снотворное, что и Егора. Только в меньшей дозе. Ну, это означает, что убийца сначала всех усыпил, чтобы они не мешали исполнению его планов. А потом уже принял снотворное сам, чтобы отвести от себя подозрения. Хитро. Ну, кто же из них троих-то сделал? Сейчас нам надо выяснить, кто и куда вчера выходил вечером. Вы смеетесь? Мы целый вечер только и делали, что ходили туда-сюда. И все же. Пока мангал жгли, все по очереди бегали в дом за выпивкой. Потом задубели, вернулись сюда. Потом еще Егор сказал мангал залить. С Ксюхой мы ходили на звезды смотреть. Может, еще куда ходил, не помню. Я тоже несколько раз выходила на кухню за бутылкой, с Егором на крыльцо диски менять. А вот насчет звезд не помню. А что вы на меня смотрите? Я тоже несколько раз выходила, ну, там, воздухом подышать, носик попудрить. В конце концов, мало ли, куда мне нужно было отлучиться. Понятно. Значит, кто угодно мог подсыпать снотворное в бокалы. Да похоже, что так. Честно, любой мог бы приволочь цистерну с отравой и закачать ее в бутылки. Никто бы не заметил, мы же все были пьяные. И потом, посудите сами, если вы отправляетесь отдыхать с друзьями, вы будете шпионить, не подцепил вам кто-нибудь отраву в коньяк. Она все что угодно могла сделать, лишь бы мне Егор не достался. Я? Хватит овцой прикидываться! Все знают, что это ты его отравила! Так, ну-ка, тихо! Тихо, я сказал! Разберемся. Егор был хороший мальчик. Что я брату скажу? У меня у брата сердце больное. Понимаете, он за границу уехал, ребенка оставил. Тут такое. Какие отношения были у Егора с Антоном? Какие отношения? Они выросли вместе. У Егора мать рано умерла. У Антона отца нет. Брат мой, за отца был. Воспитывали вместе. Я выходит за мать. Так получилось. А с подругами Егора вы были знакомы? Каких-то знала, но мальчик очень положительный любимый. Много было девочек очень. Я всех не помню. Это Антон у меня. Скромный. Ну, а с последними подругами Ксенией и Аней? Нет. Этих не знаю. Он редко заходил в последнее время. Как отец уехал, практически пропал. Чупу забросил. Поговорила я ему. Говорила. Извините, я тут кое-что вспомнила. Правда, не знаю, насколько это может быть важно. Но в этом деле все важно. Вы говорите. Вчера Егору кто-то вечером позвонил. Я, правда, не знаю, кто. Он такой странный, стал злой. А вы не спрашивали у него, что это был звонок? Сказал, что это не важно. Я как-то забыла. А мобильный телефон Егора был, всегда при нем? Всегда на шее висел. А где сейчас этот телефон? На нем не нашли, разве? Нет. Странно. Он все время был с ним. Ему отец подарил. Такой навороченный был телефон. Иван, что у вас? Поговорили мы с матерью Антона, только толка от этого никакого. Про девица она ничего не знает. А с братом, говорит, хорошие отношения были. Ну, оно и понятно, родня. В общем, глухо. Ну, нет, так нет. Тогда будем искать в другом месте. Сейчас важно выяснить, кто была настоящей невестой Егора. Вы вот что. Вы поезжайте сейчас в институт, где учились ребята, и постарайтесь все выяснить о романах Егора. Адрес я вам сейчас сброшу. Только предупреждаю, задача не из легких. Спасибо, что предупредили. Ну, удачи. А вам хорошо отдохнуть. Ты поиздевайся мне еще. Детектив Насонов расследует дело об убийстве Егора Рогачева. Молодой человек был отравлен большой дозой снотворного, подмешанного в коньяк. Снотворное было куплено двоюродным братом Егора Антоном, якобы по просьбе матери. Никто посторонний в дом ночью не проникал. В доме, кроме Егора, находился Антон и две девушки, Анна и Ксения. Обе девушки считали Егора своим женихом. Кто-то из этих троих – убийца Егора. Где же может быть мобильник? А вы позвоните ему на телефон. Если телефон не выключен, то мы услышим, где он. Егор, возьми трубку! Трубочку возьми! Егор, возьми трубку! Трубочку возьми! Как же я сразу-то не догадался. Значит, я ночью услышал не голос, это был звонок телефона. Да, это он на мой вызов такую мелодию поставил. Здорово, да? Здорово-то здорово. Но получается, что это вы ему звонили ночью? Я не звонила. Я же вам сказала, что я уснула, как убита, и проснулась только утром. А такой звонок стоял только на ваш номер или на другие номера тоже? Только на мой. Ну так выходит, что это вы ему звонили. Я не звонила. Алло, Иван. Мне нужна информация о входящих звонках на телефон Егора в течение последнего дня. Да, исходящих тоже. В общем, вся информация как можно быстрее. Алексей Викторович, у нас есть две новости. С какой начать? Так, а две новости, это хорошая и плохая. Ну, плохая и очень плохая. Ну, я так и думал. Ну, хорошо, вы заботитесь о больном человеке. Значит, мы побывали в институте. Приготовьтесь к самому худшему. У Егора был роман и с Ксенией, и с Аней. Но с Аней недолго, и она последняя в его списке. Ну, спасибо вам. А я рассчитывал на вашу помощь. И еще мы проверили все звонки с телефона Егора. Так вот, вечером ему звонил его однокурсник. Требовал вернуть долг. Но у этого однокурсника железное алиби. Потому что сразу же после звонка он попал в милицию за мелкое хулиганство. До сих пор там находится. Значит, опять тупик. Ну что, узнали что-нибудь? Нет, к сожалению, пока ничего. Вот так живешь, живешь. Потом копыта откинешь. Ну, в общем-то, все там будем. А знаете, я ведь так и не понял, что за человек был мой брат. Вечно тусовки, девушки. Так и не поговорили с ним по-человечески. Не успели. Все время говорил. Хорош, Тошка, философствовать. Вот будем дряхлыми старичками, сядем на бережку с удочками. Будем на звезды смотреть. Тогда и поговорим. Скажите, а он мог покончить жизнь самоубийством? Нет. А хотя, знаете, на него иногда нападала такая хандра, только держись. Никого к себе не подпускал. Пил. Сигарету дай, мои кончились. Насонов обратил внимание, что Аня держит сигарету левой рукой. Что? Что случилось? У вас что, поднялась температура, но у вас лица нет? Нет, нет, все в порядке. Вы не могли мне помочь, мне надо кое-что проверить. Да, конечно, нужно делать. Я сейчас выйду, вы подождите две минуты, а потом откройте и закройте окно. Да, и штуру задернуть. С вами точно все в порядке? Лешенька, что случилось? Все в порядке. Может, тебе еще отварчику? Нет, спасибо, Раиса Михайловна, все в порядке. Да что ты носишься, как угорелый, осложнение заработаешь. А я вот тебя не пущу никуда, на правах тетки. Раиса Михайловна, пожалуйста. Я, кажется, знаю, кто убил Егора. Батюшки Светы. Да, молодые люди, дело-то оказалось непростым, а убийца хитрым. Так это было не самоубийство? Нет. И вы хотите сказать, что знаете кто? Да, знаю. Что, я вас внимательно слушаю. Итак, у всех у вас был мотив. Ксения, например, могла отомстить неверному возлюбленному. Но, если представишь, что Ксения говорит правду, и Егор собирался жениться на ней... Подождите, вы что, поверили ей? Да она, да это она его убила. Вы что, не понимаете? Вы что, ничего не видите, что ли? Антону тоже, кстати, была выгодна смерть брата. Отец у Егора тяжело болен, и в случае его смерти все наследство достается матери Антона. Слышь ты, у тебя крыша поехала. Тихо. Да мы выросли вместе. Вы что, мне по очереди будете истерики закатывать? Слушай, не темни. Скажи по-человечески, они что, сговорились? Нет. Да, Аня, задали вы нам задачку. Да вы что, хотите все это на меня свалить? Да у вас вообще мозги есть или нет? Я же говорила, что это она! Вы задумали это преступление, когда увидели, как Антон покупает снотворное для своей матери. Да вы понимаете, что это бред! Это бред чистой воды! Аня! Именно вы, Аня, потихонечку достали лекарство из кармана Антона и добавили его в коньяк. Антону и Ксении, чтобы они вам не мешали, а потом вы поднялись в комнату к Егору. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, чего еще тебе? Егор, я понимаю, что я уже надоела тебе за этот месяц. Скажи мне, ты же меня больше не любишь, да? Давай расстанемся? Угу. Друзья, выпей со мной на брудершот. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Свой бокал вы забрали с собой. А через два часа вернулись в комнату опять. Вы принесли окурки Ксении, потом достали у Ксении из кармана мобильный телефон и набрали номер Егора. Вам было очень важно, чтобы все улики указывали на Ксению. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо тебе, Алексей. Очень ты мне помог. Да не за что. Приятно было работать. Здравствуйте. Ну что, нашел, наконец, своего убийцу? Хватит на ветру стоять. Пойдем, пойдем. Ужин стынет и отварчик. О! За убийство Егора Рогачева Аня была приговорена к 12 годам лишения свободы